Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть ФФА-сериал в Сидмерс Цивилизейшн 6, в котором я играю за Грузию против семерых соперников. Если же вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра и напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. Ну, видимо, да, получается? Ну что, мне сюда была поставлена вот карточка, куда она будет уничтожить. Там между делом... Начался конфликт. Грузинско-русский. Бразильско-русский? Грузинско-русский. 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 Так, ну можно будет потихоньку уже рыцарей этих оставшихся апгрейдить, надо будет взять карточку через два хода, потому что с экономикой я вроде разобрался. Сделка разгрузки. Транспортснабжение надо делать нашу шар. Зачем? Ну, тематические бонусы, те же, можно. Понимаете, какую-то рту. Там еще для одного надо. Так, здесь я еще собираюсь чудо построить. Аликси, взять за тело-то дела. Ну, почему? Отвлечем тебя от культуры. А я никак бы культурник не поведел. Ну, зато армию-то устроить. Ясно. У Bit. Удаляю, давай! Вит. Убилей. Аликси Худо. Убилей! в медину на самом деле будет производственный очень город такой ну-ка за чешу году в темный век на покупать только армии гусара за веру в тёмном веке может купать за веру да могу покупать или за веру вообще конченый чит блин столько армий танков приехало тут казаки отбиваются да вообще ремонтируют укрепление зачем-то хотя не вот караванчик и свернулись но не только восстанет через пять ходов больше не менее ну я его потом еще раз освобожу если понадобится а казаки они какой кавалерии считаются они с тяжелой кавалерии легкая кавалерия прокачки для разных кавалерий ну вот прокачки до цивилик на производство слушайте такой вопрос я так что качал армию гусаров в городе она очень закончилась он не захватил лагерь во военные я не пропала по идее должно было в своем городе появится мне кажется а она появилась в лагере подожди она появилась или нет появилась ты разрушила я пропала нет она построилась до того как я захватил лагерь вот в этот же ход на вот этот же ход был последний ход и ты произошел лагерь и я пропала армия ты не понимаешь вопрос видимо она построилась лагерь она построилась или нет она появилась или нет она построилась и должна была построиться этим форме должна была пышать или построить есть большая разница лишь она построилась и Left that конépузи еще там не был после этого лёша приняло нитра все будем я просто не видел и какой второй армии в лагере, когда я его захватывал. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok так у меня у меня краш ну мы видим что ты вылетел в ком за тебя походил только что ну и уже аэропорты строят пополнен ё-моё вот чё сейф у меня не знаю что я чувствую так не попал парлин как я так думаю я думаю да он вам неплохо ну ходить будем так нечестно раз халкидики удалось убить куда делся этот танк надо было делать чтобы сына там рандом же заранее весь принялось чтобы результат был стрелок хорошего по моему ученого взял а А еще и ходят после. Он делает зрение. Аверситеты дают больше 4 науки. Норм. Аверситеты дают больше 5 науки. Боже, все эти уведомления поприходили. Ну, а Казань рип. Значит, и Питер скоро рип. Ну, это значит, надо плыть, помогать русскому. Чему там поможешь? Ну, если русский... Ну, нет, ты зря. Тут очень неплохо тут его работают эти казаки. Казань берется за счет больших потерь. Так что я не знаю, стоит ли мне дальше идти. Казань я точно возьму, но дальше... Ну, дальше, да, там. Лагерь, второй лагерь у него получше стоит. В одной косе. Леша, мне так столицу неплохо накачал караванчик. Двадцать два производства только за счет его каравана. Мощно. Ну, у меня просто только караваны только к тебе в столицу. Ну, в смысле, не в какие-то другие города твои, а только в столицу, потому что самое выгодное. Ребята, напоминаю, что без таймера ход можно и заканчивать, в принципе. Ну, даже интересно, откуда у русского 13 туристов. А, да я знаю, это что, только мне пишут. Ему-то показывают, откуда у него. У меня карточка стоит на удвоение туризма за картины. Смотри, твои картинки скоро. Грузии достанусь. Плотно, идеи ведут к идеологии, ведут к политике, которые ведут к действиям. В принципе, русский, я готов с тобой мир заключить. В принципе, русский, я готов с тобой мир заключить. Русский, соглашайся. Чего соглашаться? Чего соглашаться? Чтоб он на мир соглашался, вот что я говорю. Ну, так почему? Ну, давай. Не знаю. Хотя у тебя все лимиты покоцаны уже. Да, покоцаны, но я дальше не собираюсь идти. Я собираюсь отступить к себе. Полечиться. Если ты к тому, что ты хочешь меня взять. Я тебе напоминаю, что у тебя твои казаки-то имеют бонус только на твоей территории. Конечно, казака я могу раз, два, три. Три твоих химиков уничтожить. Одну танку валим, вторую и для артиллерии. Ну, если уничтожишь, продолжим играть. Продолжим воевать, в смысле. Просто я вижу, что тут ситуация патовая. Я сделал все, что хотел. И дальше я явно пройти не могу. А ты что, можешь чисто уничтожать мне армией? Ну, мы же можем продолжить торговлю опять. Я понял, что я взять тебя не могу, что делать. В следующем ходе он только можно мир заключить. Ну, давай заимеемся, хоть и... Я, конечно, тебя обиделся, но ладно, давай. Ну, я понимаю. Через один ход стоять на судна. Да. Я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Надо бы... Между прочим... Знаете что, давайте я вот тут клетку... Гавань. Мне надо... Как нет подходящего места? А, блин, это тупой риф. Еще денег только потратил я зря. Я не знаю. Как это может быть, я заблудуonen. Ага. Мне надо. Я не убедиться. Я тебя будешь... Заходить. ну буду подводные лодки строить уже они каперы что именно электростанции морской порции на пути к демократии ну или коммунизм демократии 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 артефакты членами буду артефакты ого какой метод под сухими идет атака варвар внезапно что у нас там для ядра надо идти они такие диверсанты приплыл ограбил одну рыбку на остальные плюну поплыл дальше я мчел что из-за его скорой поехал надо сюда танк ввести бразилис и там кордизации уже готов я неркенную сторону полюбас америка россии уже вынесли до грузии тут недалеко может еще в грузии сомневаюсь что уходи за за и шансы тут еще почему не знаю но просто видишь я с ним гранича мы типа такие два лиги чё два лидера делают выносит другую и правительство за союзы сюда, арсенал, дополнительная наука, бонусы за соседство кампуса, вот этот первый посол, сейчас надо на один ход сделать, что в экономике, вот это надо. Сейчас минус по золоту пойдет, ну, это мы решим неприятность, нет, плюс стал, а, ну да, потому что я караваны, так, теперь отправить послов. Там она и в поленке и с собой. Еще три, ну, наверное, в поленке надо. Лучники. Так, шпион готов. Знаете, наверное, военное ведомство, потому что я остальные пробуем, какая-то фигня, по-моему. У тебя не в Грузии, по-моему, большие шансы, потому что на Америку хотя бы я легкий тут близко кинуть. Так, в Грузию приезжайте, все, скинуть все. Ну, тут же еще открыть надо вокруг. Он через этот перешевик не проплывет из-за этого. Ну, если пауза, он не заключит с македонцем союзом, не пропал пауза. Так, шо, одна, армия не апнутая. Почему у вас так много науки? Не знаю. Ну, удивительно, почему у тебя мало. Да, ты же удивляюсь. Так, Грузия в демократии. Ну да, а что, куда? В фашизм надо было идти? Нет, это не знаменитые грузинские фашисты. Чтоб все слышали просто. А, нет, надо было в коммунизм идти. Типа, Сталин там, все дела. Я смотрю, у меня Америка строит космопорт. Это Америка зря. Да, я тоже так думаю. Может, все-таки ядерки туда пораньше, мы их полетят. Да, еще у меня арбалет есть. Уже, они там уже в демократии, блин. Избрали я все в этой торговой республике. Не ту, я тебе. Еще четырех, ой, точь, и пять ходов. Так. Да, демократизация. Подождем. Надо будет взять... На один ход апгрейды, чтобы дешевые были. Так, что у меня тут с этим инженером? Ну, по идее, возьму. Это хорошо. Три, четыре, пара не влияет тогда. Ну, все равно можно построить. Три, четыре, пять, шесть. Ну да, учитывая, что этот круглый мой рапорт. Персия. Видимо, там был. Как везет. Видимо, озарений куча. Раз ты по науке-то не отстаешься, у меня не конец. Да я предсказал. Не, вот конкретно науке сильно прибавилось в последние несколько ходов. Вроде у всех было там DC20, сейчас 30. У меня уже... Тамара обогнала. Вот, что я не знаю. Грузия вырывается периодически вперед. А я этих посланников в Поленке отправил. Вообще-то, вообще в Поленке никого не было. Вообще ноль. Поленке тебе войну объявлял. Да, но у меня вообще до этого, то есть вот, война закончилась, у меня нету там послов. То есть они же, если ты сам не объявил ГГшке посланников, то они остаются там даже во время... Даже во время войны ты можешь перекупить, как бы, у соперника сразу, и город станет твоим союзником во время войны, а ему объявят войну. Я, блин, не пошел в Поленке, поэтому отстаюсь. Не так, поэтому... Ну, кстати, да. А ты за за ты или Сабон больше не собираешься брать. Так, на всякий случай, интересно посылать туда послов не посылать. Субтитры сделал DimaTorzok Но это моя класса, речка класса, которая сделает войну, и мы победим. Бонусы от соседства. Так, во-первых, первый посол мы уберем. Возьмем сейчас на апгрейд юнитов. Да блин, где она? Скидка на улучшение юнитов. А в экономике бонусы соседства кампуса и промышленные зоны. Кстати, проверим. Это мне не надо. Это не работает пока. И внутренне не надо. Грузия, Америка, и он там предложение поел. Не надо. Не надо. Дополнительное золото. Ну, это может быть интересно, но пока нет. Вот культура. Это да. Какие-то чуть черные есть. Все фермы получают плюс одну пищу и плюс два жаляюсь о городах. Но очки великих людей получают труднее. Но минус два довольства. Может попробовать вот это. У меня там с удовольствием. Ну, это не сейчас. Это пока сделают скидку. Все юниты с скидочкой. Давайте сюда будем. Замые скидки. Скафон. Скафон. Попробуем. Компи. И вот оно. Возблилой. Компи, где на Вас есть? А может и позиции? Думаю. Все. Однажды меня сделал. Вот. И вот она, я. Так, а сколько вы вешаете? Как осталось на текущий момент. Я вот шесть вижу. Ну да, шесть. У Лёши одна, у Александры одна, у Перси тоже одна, у меня одна. Мы четыре игрушки, пятую снесли. И ещё одну... А, ну да, где-то ещё одну забрали, значит. Видимо, где-то на территории Перси тоже. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, кстати, в данном случае это неплохой. Потому что даёт бонус к силе. А вы вот зря этого великого торговца на плюс один уровень дипломатического взаимодействия пропустили. Он даёт бонус к войне. Играет музыка. То есть теперь уровень дипломатического вот этой видимости, он добавляет плюс три силы, по-моему. Если он выше, чем у соперника, то плюс три силы к юнитам. Играет музыка. 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 а где в медине про машинный комплекс что-то я не вижу но это лучше видимо не то не торопится сказать что я тороплюсь с ядерными ракетами чтобы кидать на тех кто строит космопорт ну да тут кругом электростанции строится Ну, видимо, с такими местами надо строить флот и кидать янерки. Тех, кто строит космопорт. Леша, это уже два урана. Американец, на два ресурса это жирно. Ну, джинсы же крутой ресурс. На один готов поменять, на два нет. Инвиктус, кстати, а ты строил где-нибудь собор Василия Блаженного? Или ты даже не шел к нему? Что? Тебе очень плохо слышно. Не, не стрел. Потому что с твоей тундрой вот этой в Москве это было бы... Да не только в Москве, а вообще во всех этих. Я не понимаю, друзья. Или сгорчатся. В Москве? Ага, вижу Москву. Ну что, попробуем жадных баронов. У нас есть, как раз. Пардон. Украшенцы. Украшенцы. Украшение в таком, как для времени. Украшение в таком, как для других. Украшение в квадрате. Украшение в таком дочке. пока люди строят космопорты и ядерки александр строит универы я не понимаю где а вот промышленную зону бензины не буду территорию заскаутить где там китай там не перекупай эту кэшку мою единственную где меня только одни все послы мои а я что построил я это было всего 7 этих что-то построил здание ура конец больше не буду больше не буду и посол там осталось чем судьба хатуса так и осталось за александром но хочет хочет и ри это перила я лить я не смогу у меня оба шпиона в тюрьме сидят строю еще одно не могу оу если вы продолжаете с этой нуклеарной армии рейс все что вы будете делать это сделать рубль бамс что вы что вы что вы что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По-моему, нет Все остальные Я так понимаю, что если вот мне он даст просто Хатусу передаст, то я не смогу ее освободить, правильно? И сделать ГГшкой Поэтому я, наверное, македонец как бы на тебя нападу и отобью ее Ну давай, давай Войсками Я ее никак не защищаю, она пустая Да, правда, сейчас у всех против меня чрезвычайная ситуация появится Типа я своему давнему союзнику Можно не штупать в нее даже Не наступить и помочь македонцу и снова Я же не буду пытаться, что там танки Бразилиц убери своего скаута около Багдада Как раз, как раз на дороге встал Ну все, у меня куча Какой хефсур стоит Одинокий Персеть, я там предложение кидал Продолжение следует... Видимо, города Гордиан и Халкидики Это бывшие города Македонии, да? А Сиань и Шиньян... Нет, Халкидики только Гордиан сам поставил А Сиань и Шиньян это Китай, да? Вся не та его столица Вообще Китай оказался, конечно, между двух Огни такой И у него вообще не было шансов Блин, ну что он строит танки какие-то? Ну что это за бредятина? Может, аквапарк лучше? Фашистское наследие Все аренды получают, четыре Любой мощности Если же осталось от войны То есть, ставишь фашистское наследие Берешь Вольку Защитка веры Там у тебя просто нереально Нереально На земле Да Вольку Суббузы Продолжение следует... 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 карточки на сто процентов блин сто процентов к юнитам возрождение промышленной подводные лодки промышленность не возрождение промышленности вас русский смогу антиохи бабло у меня да он по всему миру таскает холодной войне не но я что-то плохое 4 в принципе четыре входа давайте как они будут строить давайте аэродром построим что это грузинские танки что ты вроде ехал в сторону этого перри шейка там перс со мной валют не москва у меня мало загляните на console war.ru а на этом пока все продолжение надеюсь появится завтра спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видимо на вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры